Я с вами Андрей, мы продолжаем прохождение боевого мага. У нашего мага тридцатый уровень данного времени. Мы остановились на том, что подошли к боссу. Наша задача бафнуться. У нас босс скорее всего будет чуть сложнее, чем обычно. Сейчас нам нужно немножко подготовиться. Давайте разложим немножко энергию. Посмотрим, что нам не хватает. Скорость у нас есть. Исловоние есть, огонь есть. Прыжок нам не нужен на боссе. Скорость еще дополнительно можно взять. Ревитация есть. Ятможницы нам не нужны. Клюки есть. Ментальное зрение нам особо не поможет. Посмотрим, что у нас еще есть последняя, собственно, ужас. Антимагия есть. Зеркальный копий можно использовать. У нас, конечно, будет больше мешать. Кошмар есть. Кошмар есть. Вызов. Арена всего лишь две. Таких выход. На открылайне не хватит. Есть. Телепортация. Хорошо. Телепентичный захват нам не поможет. Размутация. В принципе, тоже особо не нужна. Ну ладно, ладно. Пока как-то так. Посмотрим на несколько. Сгорит этот скрипивон, пожалуйста. нормально я готовился к боссу пришли два скорпиона мне в лицо у нас еще один ключ у нас ключей должно быть больше не знаю почему мы не следовали ладно и потом следовать у нас также есть рог на давайте мы переоденем не стал химика и пойдем что ж ты будешь делать скорпионы гнилые просто поглажа просто короче понятно ладно давайте все таки уже подъем босса а то мы так до пенсии впинать дом до своей одну рассинку на собственно босс у нас он будет немножко усложнен поэтому наша задача его пробить собственно тенгу он говорит что у нас видят у него хорошее зрение чтобы подожгли немножко тенгу пускай у нас на нас посмотрит почему-то нарисовался подражатель так называю а собственно две длани а кстати тут наверно будет лучше водная вода у нас по понятной причине начали подвигать но мы прячемся в воде собственно у нас длань пытается потушить собственно штука водные длани могу сказать хорошего иммунитет к огню и поехали драться с этой водой мусоркой чтобы посмотрим что у нас по камням у нас два камня один ужас электричество 100 до обезвиживания ну понятно причина мы не убьем но они друг друга будут наносить урон что для нас конечно преимущество обратите внимание эта длань стоит на этом на воде так как нам это не выведено так уже немного урона он может просто что-то с чем-то тут наверно из-за слизи так много урона давайте скастуем на себя лечение не получится слишком много урона ну опять же если я правильно понял нас бьют в основном тем нещебродным взглядом давайте убьем огненную ну а собственно этот это ничем не примечательно ядовитое она конечно сильна но не настолько как они вместе обратите внимание на все что раздамажены но у нас очень слабый урон вот смешно не звучало давайте переключим давайте переключим давайте переключим очень мало здоровья остается блани все-таки дают о себе знать из-за этого мы очень сильно сострадаем обратите внимание эта мусорная блань опять встала на воду из-за этого мы не можем ее раздамажить ну как это через одно место делается если честно наконец-то она сдохла и не прошло и года на самом деле это по сути говорят были две самые жесткие блани самая еще такая жестокая это привязывающая к месту потому что она не дает вам возможности скучать скажем так мне больше всего радует то что личинки из-за километра пришло из-за километра просто 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 не слышали личинник чаще респаун вот не знаю что невидимая была скорее всего потому что нам подскажут что темнота вокруг вас сгущается это земля ну против земли одна тактика как будто в воздухе если вы не в воздухе я там сучусь а остальное в принципе ничего 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 не ничего не магическая защита очень слаба у нас а кстати я не прокачал транспортацию ну надлайн скорее всего она не сработает давайте попробуем конечно крысоморфоз да на враг слишком силен но это логично на любого другого врага бы она сработала атака как же на вечер здесь на самом деле больше всех виновата это нас эти привязали больше всех виновата да отвязываемся у нас вариантов нету мы в любом случае идем через огонь поэтому у нас начинает раздамаживать да что мне говорит лампи зараза жестокая особенно когда дыкни не готовы и земля постоянно еще горит конечно земля вообще урон не получает принципиально да да обратите внимание земля принципиально урон не получает что-то мне подсказывает что это будет окончание адреналин как я говорил ранее нам не нужен бунт убрать защиту ну и возьмем одну крыску и возьмем одну крыску чтобы одна лишняя была она скорее всего сгорит но все же на сколько у нас там привязка придет на два хода давайте подождем да это судя по всему магическая длань которая нас пытается забить опять же нас привязала эта гнида ну вот как же она бесит а но обратите внимание одна из зланий уже сдохла вторая до сих пор подохнет на самом деле это две самые мерзкие длани то есть первые два раунда были две самые мерзкие длани осталось ржавые и собственно черные но они не ржавые не черные ничего себе из себя особо не представляет поэтому они обе сомнительны давайте повосстановим себе немножко здоровье на личинках у нас правда ее джио упорно не дает этого сделать почему то обзор закончился давайте включим следующая стадия у него будет на 100 хп поэтому наша задача просто дождаться этого 100 хп и выбить его у нас не так много урона как например уроги с открытой атаки просто наносим урон ну по сути сами же себя убивали огнем поэтому можно было второй раз вязать собственно эликсир я чуть не подумал нанесу собственное ржавые темные длани они ничем не примечательно бьются в мили в основном ну либо если у вас рейндж персонаж бьются рейнджом у нас начинают бить магией потому что одна из них кастует собственно магию ну а темная длань кастует магию обычная а ржавая кастует так называемое замедление скорости поэтому нам по идее нужно убить только одну длань в данный момент в данный момент этот темную которая нам больше больше всех вмешается вот эти мания она нам потушила факел и свалила и в спину к нам встала опять же я думаю давайте добьем уже по возможности темную длань чтобы уже как минимум урона меньше получать урон да хороооше сбивать но знаете все самое удивительное Souifs что я вроде прокачал скорость атаки ну чё то как то знаете не заметно враги как били по три раза блин так и продолжают бить особенно темную длани нам выключил отк sob урон она не любит она со светом ей больше нравится без света получать урон подождем пока ржавая длань у нас ничем особо не примечательно да тут видите тут я говорю тут самые жестокие звание то в самом начале а собственно чтобы убить самые можно можно это было арену стоять не подумал я по привычке так хорош бить меня авто атака все поработает я никак не могу сейчас скорее всего бы не сдохнут вот и весь босс я говорю самые сложные длани как по мне получились это самом начале это ядовитые огненные потому что мы с ними не могли справиться вторая которая земляная она нас просто привязывал к месту но опять же мы от своего же огня получали урок то есть она по сути тоже слабая потому что но если вы через левитацию играете например либо через антидер или через анти огонь то она вам ни хрена не сделает толком вот поэтому как то так